Кульминационный день всего года. Мусульмане мира отмечают Курбан Байрам. Он знаменует собой окончание хаджа, то есть паломничество в Мекку, и наступает через 70 дней после праздника Ураза Байрам. Мы радуемся тому, что соучастники, в какой-то степени тому, что наши паломники в географическом сердце мира, так представляют Мекку, там, где после изгнания из рая встретились наши праотец Адам и пра-матер Ева. Вот в этом месте люди собрались со всего мира, миллионы людей, и соучастные в этом деле тоже войдились в белые одежды, тоже представили перед Всевышним. Рады тому, что дожили до этих благословенных дней. Что Аллах дал нам здоровье, дал нам возможности. На рассвете верующие собираются, чтобы послушать проповедь, затем начинается утренняя праздничная молитва, намаз. Курбан Байрам связан с историей из Корана о жертвоприношении пророка Ибрахима. Аналогичная история есть и в Библии. Согласно священной книге мусульман, ангел Джабраил в Библии Гавриил во сне явился Ибрахиму, тождественному библейскому Аврааму, и передал ему, что тот должен принести сына Исмаила в жертву Аллаху. Ни отец, ни сын этому не противились. Увидев готовность Ибрахима, который показал, что любовь и вера в Бога для него выше земных привязанностей, Аллах заменил жертву на барашка. С тех пор в этот день верующие разделывают бараны или другое животное и делятся мясом с окружающими. Жертвоприношение, которое приносится каждым человеком, делится на три части. Одна часть остается в семье, вторая часть идет как милостень, а третья часть пойдет как на праздничную трапезу. Самое главное, вот хожу, посещаю, за родителей отдаю садака. Садака – это милостень, которая отдается, чтобы Аллах принял молитву, чтобы дошло до родителей. У меня просто отца нету, поэтому у меня отец был мусульманин. Курбан-Байрам – это праздник гостеприимства и щедрости, когда человек жертвует самое дорогое, что у него есть. Жертвующий говорит, Господи, но я готов себя в жертву принести ради Тебя, преданность, ислам. Но Ты запретил человеческую кровь. Все, что я могу, вот ту скотину, которую Ты мне привел к ворову через тысячелетия, одомашнивание, вот то, что Ты одарил нас, а тогда скот был большим богатством. Так я в течение года забиваю барана, верблюда для себя. Раз в году, раз в два-три года я забиваю с целью, что одну треть хотя бы я обязательно отдам тому, кто не член моей семьи, не мне сосед, не родственник, кому я не обязан или кто мне обязан, чужим. Главное не просто принести животное в жертву, а раздать его мясо или блюдо из него нуждающимся и бедным. В дни празднования, а в этом году Курбан-Байрам отмечают с 16 по 18 июня, принято ходить в гости, навещать родственников, дарить угощения и подарки. Мусульман Самарской области поздравил с праздником временно исполняющий обязанности губернатора Вячеслав Федорищев. Он отметил, что для десятков тысяч самарцев это праздник, провозглашающий самые главные человеческие ценности – добро, милосердие, дружбу, взаимоподдержку, напоминающие о том, как важно помогать друг другу, укреплять мир и согласие на земле. Поздравления от главы региона зачитали верующим в мечети. Праздник организовали при поддержке администрации города в рамках взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций. Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский, События.